Вопрос такой, сколько духов должно быть у мужчины? Ответ один. Бум, видео закончилось, легкотня. Эй, стоп, это просто шутка. Когда мне было 12 лет, мне подарили эти классные духи на Рождество. Это был мой проводник в мир духов. Если опросить 5 экспертов, сколько духов должно быть у мужчины, то вы получите 5 различных ответов. Мой же ответ, покупайте себе столько духов, сколько вы захотите. Начнем с цветочных. Хисторически это самые древние ароматы, которые использовали мужчины и женщины. Понятно, когда я говорю о цветочных духах, то вы думаете и о цветах, и о женских духах. Но, ребята, есть сотни мужских и притом сексуальных ароматов. Да, от вас может пахнуть лавандой или розой. Также можно встретить магнолию или ландыш. Гардене, а также еще популярен рис и еще ряд других цветочных ароматов. Когда носить такие духи? Весна, лето. Да, их можно использовать и зимой, и осенью. Но весна и лето – это те сезоны, когда большинство людей ощущает, что эти духи лучше всего подходят. Так, интересный факт – цветочные ароматы усиливаются, когда нагреваются. Поэтому, если вы вышли на улицу после нанесения духов, а там жарко или вы начали потеть, то будьте готовы к тому, что духи станут ярче. Значит ли это, что все сейчас будут носить цветочные духи? Нет. Я лично не большой фанат таких ароматов. Несмотря на то, что у меня есть парочка таких ароматов, я считаю, что цветочные ароматы не совсем подходят мне. И моя жена их не очень воспринимает, когда они на мне. Но вы можете найти то, что работает для вас, а для этого просто начинайте экспериментировать. Следующий тип духов – это морские или акватики. Подумайте о пляже, об океане. Вот этот аромат. Но вопрос в том, как можно запечатлеть этот аромат и поместить его в духи? Натурально никак. Поэтому они используют синтетические элементы, молекулы, чтобы повторить этот аромат. Классическим ароматом в этой рубрике является аквадишо. Эти духи – это просто эталон морских духов. Конечно, есть и другие. Булгари производят отличные духи. Я о них еще не говорил, но я это определенно сделаю. Но им можно попробовать что-то более сильное – попробовать парфюм. Суть в том, что эти духи, кстати, одни из моих любимых, и я скажу почему. Дело в свежести. Они очень яркие, и в этом что-то есть, что меня привлекает. Когда вы найдете свой аромат, то это как отношение. Может потому, что я часто проводил лето в Калифорнии. Это как раз то, что они мне напоминают. Но когда лучше носить акватики? Думаю, это очевидно. Летом. Можно и весной, и осенью. Можете использовать их даже зимой. Но лично я понял, что такие духи лучше всего себя ведут в жаркое время года. Сейчас я хочу вам рассказать о своих самых любимых духах. И это кожа. Я люблю кожаные куртки, я люблю замшевые куртки. И мне нравятся духи, у которых есть ноты кожи. Большинство духов не пишут комбинации. Вы просто получаете интересную комбинацию из многих ароматов, в которые входит и кожа. Например, вот в этих, помимо кожи есть еще бензин и асфальт, как базовые ноты. Но большинство людей слышит в них кожу как главный оттенок. Почему это так работает? Потому что эти духи не из натуральных ингредиентов, как цветочные, где они берут экстракты трав. Хотя они уже так не делают. Эти духи будут синтезированы человеком. Так для чего же нужны духи с нотами кожи? Для меня это духи, которые хорошо подойдут для важного мероприятия. Они не очень подойдут под повседневную одежду. Они отлично сочетаются с костюмом и когда вы хотите выглядеть нарядно. И лучше всего их носить осенью или зимой. Итак, следующие духи это восточные. Перед тем как углубиться, я бы хотел отметить, что все эти различные виды, о которых я вам рассказываю, вы их можете увидеть в комбинации. Вы не встретите чисто восточные. Это могут быть цветочные восточные, пряные восточные, или древесные восточные. Ну а вот этот флакон в этих духах есть что-то, что делает их восточными и это трюфель. Также янтарь будет очень часто встречаться. Но вот эти духи, черная орхидея от Тома Форда, очень известны из-за своего уникального аромата. Но именно аромат трюфеля выделяет эти духи среди всех остальных. Ну, как я уже сказал, что энтарь и трюфель это общая черта всех восточных духов. Это отличные осенние или зимние духи. Это также более тяжелые духи, очень страстные духи. Они отлично подойдут для вечера, когда вы хотите быть более привлекательным, когда приближаетесь к людям. Если вы хотите, чтобы от вас исходил загадочный аромат, то восточные духи это то, что надо. Ммм, отличные духи. Так, если у вас орлиное зрение, то вы могли заметить, что у меня на заднем плане крутая подборка духов. И большинство из них вы никогда еще не видели, потому что это Navitus Parfums. Если вы знакомы со Стивеном из Redolescence, он только что запустил свою компанию и, ребята, я получил пробники его духов. Могу сказать, что они бесподобны. Господа, он не платил мне денег за то, что я говорю о его духах. Он просто подарил мне пробники. И могу сказать, что они прекрасны, начиная от упаковки и заканчивая всем, что он вкладывает в эти духи. И мои любимые духи в его коллекции Absolutio, потому что это гурманские ароматы. Они называются так, потому что обладают съедобными качествами. Не потому что вы кушать их будете, а потому что у вас будет такое впечатление, что вы можете это сделать. Отличный пример таких духов это Эймон. Вон там есть еще Ванили Кожа, еще Криптомайнд, Рокос Мэн. Все эти духи, когда вы их слышите, а особенно если женщина их учуяла, она точно захочет вас съесть. Такие духи часто более тяжелые. Они вас сильно обволакивают, это как объятия. В общем, когда вы надеваете свитер, то вам надо использовать гурманские духи. Ну, думаю, вы понимаете, что они зимние. Их можно также использовать и осенью. Может быть в прохладный весенний день. Но да, эти духи лучше всего использовать в прохладное время года. Еще одни духи от Навитус, которые мне нравятся, это Праймос. В этих духах используется древесный мох. Они шипровые. Если вы знакомы с шипровыми ароматами, то, наверное, знаете, что слово происходит от французского кипарис. Но, в целом, духи, в которых есть древесный мох, кипарис, бергамот, у них очень матерый аромат. Эти духи, они однозначно для мужчин. Духи, которые элегантны и очень насыщенны. Это осенние духи. Если вы когда-либо пробовали пологрин, это отличный пример шипровых духов, если вы подыскиваете себе такие духи. Если вы их не пробовали, то возьмите пробник или купите себе такие. Духи, которые у меня в руке, это виртус. Виртус – это древесные духи. Что такое древесные духи? Нет, они не экстрагируют масло из дерева или что-то в этом роде. Но, когда вы принюхиваетесь, то вы слышите сандал, вы слышите кедр, и есть различные виды деревьев. Но в этих духах, да, дерево – это основные ноты. Но есть еще другие духи, у которых отличные древесные нотки. Вот эти духи, уверен, многие уже знают их, это прямо культовые духи. Но знаете что, Том Фортон делает отличную работу. А также есть и классика, они уже в ходу 30 лет. Лично эти духи на мне прямо сейчас. У них очень сильный древесный аромат и сандал как базовая нота. Несмотря на то, что верхние ноты совсем не древесные. Суть в том, что дерево – это настоящие сильные мужские духи. Парни, которые работают с деревом, знают это. Когда их носить, отлично подойдет зима или осень, можно и весной, в течение дня. Наверное, такие духи не совсем подойдут для вечера. Они ненарядные. Хотя иногда можно найти комбинацию древесных духов с восточными. В них могут добавить немного пряностей. Такие можно попробовать и вечером и посмотреть, как это сработает. Суть в том, что это отличные духи для любого парня, который хочет пахнуть сильно и по-мужски. Давайте теперь рассмотрим пряные духи. Некоторые считают их как подкатегории восточных духов. Что мы можем отметить в пряных духах – это ваниль, корица, мускатный орех, гвоздика. Такие духи очень популярны у парней, которые хотят хорошо пахнуть и привлекать дамочек. Есть сотни вариантов. Некоторые из них имеют сильный аромат. Другие, может, не такие сильные, а более сладкие. И точно они нравятся всем. Любой, кто услышит этот аромат, то полюбит его. Говорит ли это нам, что любые пряные духи являются любимчиками любой аудитории и будут ли они пахнуть одинаково? Нет, это не так. Есть такие духи, которые имеют более дымчатые ароматы и требуется немного практики. Вы должны обладать характером, чтобы их носить. Но когда мы говорим о пряных духах, то мы говорим о зиме, мы говорим об осени. Понимаем, что они будут нас обволакивать, как теплые объятия. Это отличные духи, особенно для прохладной погоды. Давайте теперь поговорим о фужерных. Они считаются самыми мускулистыми духами на рынке. Лаванда с древесным мхом и ноткой табака. Вот это сочетание считается мужским. Согласятся ли все с этим? Нет. Особенно если мы говорим об этих духах. Но если попробуете что-то типа вот этих, Барбари Тач. Когда люди услышат этот аромат, то они сразу подумают. Вау, вот так пахнет мужчина. Все ли согласятся с этим? Нет. У нас у всех разные мнения. Но когда лучше всего носить такие вот духи? Осень, весна, лето. Я думаю, что да, это определенно духи на три сезона. Для зимы, думаю, что они слишком легкие. Это мое мнение. Но это точно духи, которые можно носить в течение дня. Их можно использовать для работы. Вы будете отлично пахнуть, они не будут никого провоцировать. Так что это отличные духи. Эти духи от Навитос. Навус. Они покрывают следующие две категории. Я могу убить сразу двух зайцев одним выстрелом при помощи них. Цитрус и арома. Как вы можете себе представить, цитрусовые ноты, они обладают очень свежим ароматом. Очень ясным и легким. Когда лучше использовать такие духи? Ну, думаю, все и так понятно, да? Весна и лето идеально подойдут. Еще что можно сказать о цитрусовых оттенках, они быстро выветриваются. Они не держатся долгое время. Их часто можно увидеть в различных комбинациях, и они обычно бывают верхними нотами. Потому что, да, верхние ноты не держатся долго. Что же я имею в виду под арома духами? Это очень травянистые оттенки. Это шалфей, розмарин, тмин, лаванда. И арома духи считаются очень мужественными, и их часто комбинируют с цитрусовыми. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если видео было вы делаем видео, можно подписаться на канал. Это было видео со салфейсом. Игра на tendencies и салфейсом выведите. Меня не дает арома духа.